У Головкина появился шанс стать абсолютным чемпионом мира. Александр Усик прокомментировал бой с Денисом Лебедевым. Тренирующийся с Головкиным американец Райан Мартин сдал положительный допинг-тест. Официально Магомед Шарипов и Стивенс встретятся 2 марта 2019 года. Всем привет, вы на канале Футбокс, самые актуальные новости бокса, ММА и футбола. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить свежих новостей. А мы начинаем. Инсайдер SPN Deportes Сальвадор Родригес рассказал некоторые подробности относительно будущего чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса и его потенциальной трилогии боев с Геннадием Головкиным. Кроме того, журналист озвучил имя вероятного соперника Triple G, который станет для него своеобразным мостом к третьему поединку против Канело и исполнению давней мечты по завоеванию всех чемпионских титулов. По информации источников телеканала, в будущем году Канело поставил цель сразиться за все чемпионские титулы в среднем весе и стать абсолютным чемпионом мира. Первый бой Альвареса запланирован на Тимобайл-арена в Лас-Велесе 4 мая. Ожидается, что соперником мексиканца может стать чемпион мира IBF Дэниел Джейкобс. В случае победы над Джейкобсом Канело останется завоевать только пояс WBO, которым в настоящее время владеет Деметриус Андраде. Известно, что один из вариантов, которые имеются у Головкина, это подписать контракт с ДАЗН и встретиться с Эндрейдом в первой половине будущего года. Победитель этого боя затем получит право в сентябре сразиться с Канело. В случае победы Triple G возникнет идеальный сценарий третий бой Головкина и Альвареса, на кону в котором будут стоять пояса WBA и WBC, WBO и IBF. Таким образом, одержавший победу в данном противостоянии получит статус абсолютного чемпиона мира в средней категории, местом проведения такого мега-события может стать стадион Ацтека в Мехико. Если же казахстанский боксер не изъявит желание весной выходить на ринг с Эндрейдом, либо же не сумеет одолеть американца, то запасным вариантом для Канело на сентябрь станет бой против чемпиона мира во втором среднем весе британца Калума Смитона Уэмбли. Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на вопрос, что выберет преодоление себя в бою с супертяжеловесом Тайсоном Фьюри или поединок с бойцом его категории Денисом Лебедевым за большие деньги. Отбоксирую с Лебедевым, заберу кэш, а потом пойду с Фьюри боксировать. Смеясь, ответил Усик в интервью. До этого вопроса Александр заявил, что преодоление себя для него. Это главная мотивация и соперник. Когда перед тобой выходит парень, который побольше и повыше. Это преодоление себя от деньги. Это неплохо, с ними будет легче моей семье. Смогу больше путешествовать, что-то купить трофеи. Не думаю о таких мирских вещах. Завоевал славу Богу. Благодарю Всевышнего за это каждый день. Преодоление себя. Это соревновательное чувство. Сидит внутри, и это хочется делать, сказал Усик. Американский проспект первого полусреднего веса Райан Мартин сдал положительный допинг-тест. Об этом ESPN рассказал президент Всемирного боксерского совета WBC Маурисия Сулейман. По его словам, тестирование Мартина было осуществлено в рамках программы «Чистый бокс» под эгидой WBC. И вода в связи с его участием во всемирной боксерской суперсерии, при этом не уточняется, какое именно запрещенное вещество было обнаружено в пробе боксера. Мартин тренируется в одном зале с казахстанцем Геннадием Головкиным под руководством Абеля Санчеса. В своем последнем бою 3 ноября американец проиграл техническим нокаутом британцу Джошу Тейлору. Руководство UFC официально подтвердило информацию, что 2 марта 2019 года на турнире UFC 235 состоится поединок в полулегком весе, встретится забит Магомед Шарипов и Джереми Стивен Си. Соответствующая информация размещена на официальной странице промоушена в UFC. Там же можно увидеть и постер к этому поединку. Джереми Стивенс занимает 6 место в рейтинге полулегкого веса UFC, минувшую встречу он провел 28 июля 2018 года и техническим нокаутом уступил Жазе Альду. Россиянин, забит Магомед Шарипов. На 14 месте в рейтинге, минувшую встречу он провел 8 сентября 2018 года, когда удушающим приемом справился с Брэндоном Дэвисом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok